Всем здравствуйте, друзья! У нас сейчас утро, на часах около 9 часов утра. Итак, мы находимся в Египте, в Шарм-Аль-Шехе, в отеле Domino Coral Bay Oasis. В этом видео я покажу краткий, постараюсь краткий, но во времени я понимаю, что он будет далеко не краткий, обзор отеля. Отель просто огромнейший. Буду не именно наш отель показывать, а вообще вот как взаимодействовать, я бы сказал, с Domino необходимо. Потому что показать все, абсолютно все, что здесь, как находится, ну в одном видео просто это растянется, не знаю, на час, мне кажется. А я вам расскажу, покажу, как вообще необходимо здесь жить и что можно, что нельзя в первую очередь. И давайте я начну быстренько с номера. Смотрите, в принципе, так, начну с балкона. У нас 33-й корпус, он находится возле Рецепшна. Это очень удобно, потому что вы поймете, что вот отправная точка у меня Рецепшн, и далее я буду следовать по территории, куда захочется. Вот это вид, да, там у нас находится море, там находится пляж, сегодня у нас ветерок. Кстати, вот что касается ветра. Пока мы отдыхаем, это зимний период, в основном ветра. Но ничего критичного нет, то есть каждый день мы загораем на пляже, если у нас есть желание. То есть там, в принципе, относительно все спокойно. Итак, смотрите, здесь у меня такое рабочее место, у нас бардак, потому что несколько дней что-то не убирались. Здесь приходит с утра он обычно уборщик, мы говорим, нам не надо позже, а потом к вечеру приходит, нам уже тоже не надо. Вот, здесь у нас диванчик такой небольшой, вот кровати, только встали, так прям заправили, да и все. И идем, а вот, конечно же, и топчанчики для сумок. Вот у нас здесь Юлька есть, но это дополнительная опция, она только у меня присутствует. Вот, туалет, биде и, в общем-то, душ. Скажу сразу, номер, вот когда приходишь, первое впечатление, ну не айс, кажется, отель. Но потом, когда выходишь на территорию, ты понимаешь, что отель очень даже хороший. Будьте здоровы! Для того, чтобы ходить по территории, проще всего взять на ресепшене такую карту. Я сделаю обязательно фото, выставлю в инстаграм и ссылку прикоплю сюда. Вот, еще можно карту, в принципе, найти на официальном сайте. У Дамина есть официальный сайт, поэтому посмотрите, внимательно изучите. Мы сейчас следуем на ресепшен, дует сильный ветер, вот туда. И там сядем на четвертую маршрутку, чтобы уехать в ресторанчик, где мы будем завтракать. Вот у нас ресепшен, а вот находится остановочка для автобуса. Вот, по центру написано номер 4, все, туда и садимся. Все, мы приехали в ресторан Иль Джордино. Есть сейчас, работают какие еще? Спайсис. И Дамина что такое? В общем, корл, основной ресторан, он не работает. На зиму его закрыли, говорят, на реконструкцию. Еда во всех ресторанах плюс-минус одинаковая. Вот сейчас завтрак, он такой, ну, скудненький. Ну, в принципе, вам главное немного пополнить запасы, дотянуть до обеда. Ну, относительно скудный, то есть выбор есть, конечно, всегда. Несмотря на название, сколько мы хотели, там, там, плюс-минус все одинаково. Везде такие итальянские акценты. Блинчи весь ели. Поэтому выбирайте, куда вам идти, уйти просто в первую очередь, основываясь на расположении ресторана. Сейчас 9.30 утра, по времени Дамина 10.30, то есть завтрак закончился. И там происходит какой процесс, то есть двери не закрывают, но просто убирают все блюда. И убирают их очень быстро, поэтому если вы опоздаете, никто перед вами дверь не закроет. Но просто вы ничего не сможете взять. Все, мы поели. То есть мы набрали еду в 9.30, грубо говоря, закончили это дело прямо под конец завтрака. И сидели уже не спеша себе, наслаждались пищей. И сейчас ждем снова четвертый автобус, потому что мы хотим поехать на центральный пляж. Здесь есть еще один пляж. Но как мы выяснили, вот для нашего отеля конкретно, Дамина Кварл Бэй Оазис, запрещено на нем купаться. Вот, и поэтому мы едем на центральный, где огромная бухта, где волейбол, где так далее. Вопрос, на какой маршрутке откуда ехать? Гадать не надо. Все на этой карте есть, там подробненько, каждый маршрут расписан. Итак, вот, наша маршрутка отходит, и мы остановились возле ресторана Коралл, который сейчас закрыт. Вот в каком ресторане можно, в каком нет питаться, для меня вопрос неизвестный. В принципе, вы можете почитать на сайте, потому что написано, что вот в итальянском, да, вроде как нельзя. Это для, по-моему, Султан. Султан, да, 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 для отеля Султан. Тем не менее, мы ходим туда, вообще без проблем на всех пускать. Может, потому что это и этот закрыт. А Спайсис и Коралл типа там написано. Да, там вообще ничего не написано. Поэтому, вот особенно, в каком бассейне можно купаться, в каком нельзя. Я просто на себе лично не проверял. Это будет бесконечно длиться, если я начну все это делать. Есть здесь центральный бассейн, он как раз-таки здесь недалеко находится. Так, пошли вот туда, оно как раз и надо. А здесь, здесь площадь магазинов, смотрите, очень много всего. А акцент на чем? На сумках женских. Аксессуарах. Аксессуарах, да, какие-то обуви такое. Ну, в общем, в принципе, все, что вам надо, все здесь можете найти. Маски, трубки, торговаться надо. Цены, кстати, нормальные, торгуйтесь просто, да, адекватные, в принципе. И потихоньку проходим, мы именно проходим центральный понтон, на котором находятся два бассейна. Два бассейна естественных, я бы так сказал. Там, понятное дело, морская вода. В общем, суть в том, что это просто сетка огородили. Такую некую территорию. Пойдем так, пройдем. И туда не могут ни рыбы, ни какие заплыть, особенно акулы. Да, 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 да. То есть вы там можете стоять, там глубина, по-моему, полтора метра и два метра. Два бассейна. Там же и кораллы и так далее. Понтонов вообще достаточное количество на территории. И здесь у нас находится, получается, центральный бассейн. А за центральным бассейном находится главная арена, где все вечерние шоу-программы. Вот. Как только закончится здесь шоу-программа, вы можете перейти... Кстати, шоу-программа, она такая, в принципе, добротная, качественная. Это, да, отдельная танцевальная труппа, которая показывает что-то тематическое, что-то интересное. Это не просто аниматоры там как-то вас пытаются развлечь. Вот. После того, как закончилось здесь, вы переходите в кафе. Там танцы девяностых, я так называю это. А рядом детская зона. Да, здесь же точно детский клуб есть. Здесь же бар находится, на котором постоянно есть какой-то перекус и так далее. Вот. То есть, после того, как вы уже закончили дискотеку девяностых, вы можете перейти в клуб, который находится там вот на крыше. На сайте написано платный. Мы не проверили. Вот так у нас случилось, что мы пока что еще не проверили, платный или бесплатный. Здесь я вам покажу с тыла. Это два ресторанчика. Ну, это, кстати, на территории нет ресторанов а-ля карта, то есть бесплатный. Просто ресторанчика. Вот просто приходите, просто покупаете, просто едите. Все достаточно просто, но все за деньги. Территория отеля, она не ухожена на все, я бы сказал, там 100%. То есть, вы видите, там земля, там газончик, он такой нервоненький. Он этим, в принципе, и не славится. Здесь самое главное, это вообще вот этот его рельеф и масштаб отеля. И самое важное, да, конечно, пляж, на который мы идем. Береговая линия огромная, разгуляться есть, где много есть и тихих зон, и развлечений, и так далее. Есть, главное, заходы. Есть заходы полностью прорублены в кораллах, заход в море. Есть там для детей, да, небольшие лягушатники. Вообще, пляж действительно, вот за пляж просто пять с плюсом, 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 плюсом можно поставить это однозначно. В этом отеле есть даже собственная станция скорой помощи. Вот там с кем-то что-то произошло. То есть, вот эта машина, это не с больницы городской приехала. Это именно вот отельный автомобиль, который выказывает первую медицинскую помощь. И далее он, если необходимо, перевозит пострадавшего в специальное учреждение, здесь же, которое находится на территории отеля. А дальше, так понимаю, уже вызывают врачей городских, если снова-таки это необходимо. Лежаки. Есть обычные, а есть вот такие вот классные топчанчики, диванчики. Но это для тех, кто в домино-клаб. А в домино-клаб, что вступить, нам необходимо... А вот смотрите, сколько... 800... 800 фунтов в день. Вот такая вот цена. Ну, я иду на понтон. Сейчас... В отеле много пляжей. Смотрите, за мной там далеко-далеко находится центральный. Здесь пляж домино-клаб, то есть только для людей, у кого есть эти самые браслеты дорогие. И там пляж отеля Султан. Не знаю, мне лично большого пляжа хватает, вот так с головой. То есть, если кому дискомфортно от того, что его куда-то не пускают, то, да, он будет напряжен. А мне, я не знаю, зона там... Кинометр 2, я не знаю, сколько вот большой пляж. Я думаю, вы найдете и на большом пляже себе место. То есть, вся пляжная зона, это вот от того края. И до вон тех вот белых домиков. Вот это все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Вот это все идет пляж, и это все идут кораллы. Ну, подводный мир я покажу чуть-чуть. А вообще, есть отдельный видос, где посвящено вообще всем кораллам, всему побережью этого пляжа. В описании ссылка. Субтитры сделал DimaTorzok На территории отеля очень много развлекух, в частности, гольф. Мини-гольф, он бесплатен для всех здесь. Ну, в общем, часы работы смотрите сами. С 10-30 до 13, 16-18, 20-23. Играли интересно, классно по-своему. Вот, без напряга, все так спокойненько, отлично. Порезвились, я бы сказал так. Находится этот гольф как раз-таки рядом с соленым озером. То есть, представляете, на территории отеля даже огромное свое соленое озеро, искусственное, они сделали. Но купаться в нем можно не всем. Я так понял, что... Или Domino Lake есть такой отель здесь расположен. Или же, в общем, такой более повышенной ценовой категории. Ну, я окунулся с легкой, когда были. Я об этом не знал просто. Это у нас бар, который работает только вечером. С шести вечера, но, снова-таки, по времени, Domino. Domino время это плюс один час от Каина. С шести вечера и до 12 ночи открывается с него классный вид на основной пляж, на основную бухту. Но вообще, баров здесь, получается, на пляже основном, центральном, на бассейне центральном есть у нас бар, на пляже Domino, на пляже Sultan. И, естественно, во время обедов, ужинов во всех ресторанах есть бар. И очередей на этих барах, это уж самое приятное, я, по крайней мере, не замечал. Ну, вот на центральном пляже максимальная очередь, я видел, ну, пять человек, наверное. И то, знаете, когда волейбол заканчивается, все вместе бегут за водичкой, в общем-то. Вот. И тогда, может быть, какая-то очередь. А так и... Ну, в общем, нет их. Чего я тут распинаюсь? Нет их, да и все. Вот здесь у нас как раз-таки вечерком и проходит дискотеки 90-х. Сцена, живая музыка. А потом аниматоры начинают танцевать, и все за ними повторяют. Весело, я вам скажу, весело. У нас незаметно поступило обеденное время. Сейчас 13.25 по каирскому времени. А обед проходит до 15.00 по времени домина, то есть 14.00 по времени Каира. Поэтому у нас есть 35 минут на то, чтобы дойти до ресторана. Идем в другой ресторан под названием Spices. И там находится как раз-таки отель Харем, если я не ошибаюсь. Харем, правильно его название. Гарем, в общем, назову его так. Посмотрим, сколько до него же идти. И чем же там кормят. Вот, дошли мы до отеля Харем Делюкс. А вон и ресторан. Да, и ресторанчик Spices. Все рядышком. Ну, кстати, не тяжело вообще. Смотрите, мы обычно сверху вниз просто спускались. Но тут ради подписчиков решили. Я не знаю, можно здесь купаться в бассейне или нет. Мне оно просто сейчас неинтересно. Вот. Поэтому, может кто проверял, пробовал купаться во всех бассейнах, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне кажется, ничего запретного. Нет в этом плане. Потому что они плюс-минус одной ценовой категории. Вот он здесь, бассейник такой. Все в красном стиле в этом отеле. И заходит. Цвета и святых. Так, смотрите, курица. Сейчас нам Юлька все покажет, что она выбрала. А это что такое? А я не знаю. А, какие-то ребрышки. Будешь, мне давай сейчас. Окей. А, мясо, мясо. Нет, давай на двоих. Мне хватит. Все, все. Окей, сеньки. Рис. 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 Да. Кальмары вон я уже увидел. Картошка. Картошка тоже часто. Паста всегда есть. Да, да, да. Кальмары Юлька больше не видела. Лазанья есть, и паста, и лазанья жидоковая. Я, наверное, буду пастой. Пастой? Смотрите, разные здесь салатики есть. Всякие закусочки. А, но это больше закуски. Вон салат-бар. С другой стороны, сладости, фрукты. В общем, всего очень много. На обед по мне достаточно. Сладости там. Фрукты нарезанные. Кетчупы, не кетчупы, а соусы. Кстати, а кетчуп, да, тут есть майонезов, нет. Есть классные вот такие вот сырные закуски. Намазки, намазки. И здесь тоже всякие. Сыр, лайм, помидор, огурец, все, что хотите. Капуста. Вот, и здесь Юлькина тарелка. Она здесь ее оставит, подписчики, если вы найдете ее. А вы ее не найдете. Потому что она все съест. Удалось обнаружить главное различие двух ресторанов. Здесь пиво и вино наливают в бутылок. Там же на разлив. Как еще раз он называется в этот ресторан? Этот спайсис? Нет, этот спайсис, а тот? Или Джордино. Или Джордино. В Иль Джордино все на разлив. Ну, пиво нормальное? Что такое? Вино не разлив. На разлив там автомат стоит. Нет, в бутылке. Там есть, по-моему, и автомат, и есть в бутылке. Да. Ну. А тут нет автомата. Мне наливовали просто с пакета, да. Ну, с автомата своего. Ну, еда, честно, везде хорошая. Вот мы сколько здесь отдыхаем уже дней, всегда есть какое-то разнообразие. Всегда есть что выбрать. Все, мы идем уже с обеда. Обед, хорош, обед понравился. Юлька бежит. Посмотрите, несмотря на то, что она наела только что 2 килограмма еды, она бархает, как бабочка. И жалит она, не знаю, наверное, даже сильнее, чем пчела. Суть в том, что если вы живете в отеле Гарим, то надо море идти недалеко, даже ближе, чем нам. В частности, там, до волейбольных этих всех площадок. Ну, это просто центр, почему я говорю волейбольные. А нам до центра, да. Нам до центра ближе отеля, где как раз-таки проходят вечерние мероприятия, где клуб находится. Поэтому, я вам скажу так, ничего критичного жить в Гариме нет. То есть, все-таки, основные пункты нашего, ну, вот, любого отдыха, это, я считаю, пляж, это столовая, и это номер. Вот. И здесь, немного ниже, расположены вилы, но я знаю, что уже на вилах, там, совсем другой ценник. Это, если коротко, об отношении к котам. Смотри! А ты думаешь, что он голодный. У него еда, у него вода. Так не тот, так, значит, их здесь столько появляется. Да. А он камере хочет. Ну, давай, давай. Это по бенгальскому. Мы здесь встретили огромного бенгальского кота, и вот Юлька сейчас пытается его найти. Встретили во время прошлой прогулки. Да нет, ничего. Ну, я же говорю, ошейника нет даже на нем. Ну, что? Все, не расстраивайся. Это тоже кот хороший. Девчонке 30 лет, и она таким занимается. У кого-то это, кошки, а у кого-то птицы. Ой, это животные волновой полет. Душа, душа. Моя ручная ворона любит, оказывается, фрукты. Сейчас, может быть, она съест. Короче, я кидаю дыню. Только что кушала дыню. Так, уже наступает потихонечку вечерок. Солнце садится. Просыпается где-то мафия, но еще солнце не село, поэтому она не проснулась. Но многие идут с пляжа, и что делают? Тут, конечно же, отдыхают, идут в душ, но мы же не такие лежебоки, правильно? Мы идем играть в гольф. Мини-гольф, да. Короткая развлекуха, что здесь есть в отеле. Есть настольный футбол, есть настольный теннис, есть игра вот эта, боча, если я не ошибаюсь, есть йога всякие, танцы, ну то, что обычно вот анимация предлагает, все это здесь есть. Вечерний мы уже сказали, что... Волейбол. Волейбол здесь есть. Ой, мой любимый волейбол. Есть футбол, и причем хорошие очень поля, песок видно завезенный откуда-то. Так, что еще не забыл? Есть, конечно, из развлечений, самое главное, это бар. Вот. Пивной, винный бар. Что же еще? Так, 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 так. Ну все, наверное, так в отеле вообще нечем заниматься. А ты меня специально проклял, так и знала. Мы обнаружили в озере двух рыбок. Раз, два. Еще, еще. Побежали, побежали. Ага. Смотрите, так тут, а я не знаю, видно, нет на камере. Вон еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А вон и самолет пролетающий. Сегодня, кстати, обалденнейший вечер по погоде. Ветра нет, штиль полнейший. Было бы днем так. Сейчас супер было. Мяу, скажи. Мяу. Мяу. Это он должен говорить. Я прошу. Скажи. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. И что еще сделал, думаю. Потом сходили мы на обед в другой ресторан. Это в другой конец отеля. После этого спустили снова на пляж. На пляже побыли. Сходили. Поиграл снова волейбол. Сходили, поиграли мы в гульф. Вот так примерно прошел наш день. Такой среднестатистический для жителя отеля Дамино. Я бы так сказал. Выпил, конечно, пару коктейлей на баре. Признаюсь. Вообще, отель Дамино, это, наверное, в первую очередь история про пляж. Когда ты видишь эту огромную береговую линию, сразу улыбка. Сразу ты понимаешь, что ты попал туда, куда надо. И несмотря на то, что он относительно далеко. Анаш, вот, да, вот, черное море. Оно красное, но темным цветом сейчас. В общем, это отель как раз таки про то, что ты вышел с утра из номера, пошел позавтракал, потом туда на море, потом пообедал. Примерно так оно и должно проходить. Да, сюда мотаться не настолько удобно. Есть автобусы, конечно, но все равно. Зачем? И тем более в зимнее время рано солнце садится. Очень много претензий можно сказать по номеру. Очень много претензий можно сказать по тому, как ухаживают за территорией. Но то, какое качество этой территории, в плане рельефов, в плане выбора этой самой территории, здесь просто до мина нет конкуренции. По крайней мере, я еще не встречал. Поэтому, если вы едете в первую очередь на море, вы не хотите стоять в очередях на баре, по крайней мере, я не стрелываю. Вы не хотите стоять в очередях во время обеда, ужина и завтрака, это отель хороший. Но если вам надо постоянно, например, валяться на газоне, классном, зеленом, это не то. Если вам надо купаться постоянно в бассейнах, нет такого разного. Ну, они есть здесь, но это чуть тоже не то. Бывают отели, где их намного больше и они намного круче выглядят. В общем, выбирайте вы сами. Я лишь попытался в этом видео показать, как проходит мое взаимодействие с отелем, а точнее даже с деревней Дамино. Все, друзья, всех люблю, всех целую, всем счастья, любви, терпения, всего-всего самого-самого-самого Даминовского. Отдыхайте, радуйтесь и пусть ваша жизнь будет такой же безветренной, как сегодняшний вечер в этом отеле. Все, пока-пока-пока-пока. Чао-чао. Всем привет, меня зовут Даша, я отдыхаю в отеле Дамино Коралл Бэй Оазис. Что мне понравилось в этом отеле? Мне понравился номер с большой террасой, красивая огромная территория отеля, хороший пляж, классный понтон с двумя искусственными бассейнами. Пытание разнообразное, все свежее. Хороший сервис и приветливый персонал. Особо каких-то минусов для себя я не вижу. Мне понравилось отдыхать в этом отеле. Именно это я разумевала, перед вами с вами просто есть. Еще есть бенгатский бру, очень красивый, тоже такой большой, жирный бру. И какой-то бар себе тоже. Тяжелый, красивый, скидок в руке. Рыжуля скрывается, Марташка. Скрывается. Жуль. Не хочется. Жуль, ну ты еще такой скрытный пацан, скрытный. Жуль. Жуль.